всем привет меня зовут маша это мой канал на youtube посвященную вязанию спаркл нит и я рада приветствовать вас в новом видео сегодня у нас с вами будет влог давненько я не снимала вязальные влоги но как-то сижу сижу и все-таки хочется с вами пообщаться именно в этом формате и начать видео мне хочется со своего основного процесса я вижу себе кардиган по описанию от маргариты тереховой махеровый красавчик я если честно давненько хотела себе связать какой-нибудь такой объемный пушистенький кардиганчик на весну возможно на лето мы еще не знаем какое у нас будет лето и в качестве основной пряжи я уже изначально выбрала пряжу от ализе ализе натурале хлопок с шерстью если вам если вам интересно то номер цвета я вам не скажу потому что видите бирочки у меня не подписаны но я наверное подпишу на видео сейчас номер этого оттенка оттенок безумно красиво посмотрите такой насыщенный синий синий фиолетовый не знаю как назвать даже этот цвет но цвет очень красивый он прям безумно невероятно классный но в одну ниточку вязать этот кардиган мне если честно не хотелось мне показалось что просто он будет ну как вам сказать такой немножко дырявый я связала образец две нити вот он но этот образец мне показался слишком толстый слишком увидите забитый слишком пушистый и куда такая теплая вещь в две нити вы представляете вот он просто невероятно толстый и я уже решила заказать мохер фатон тоненькую ниточку мохера от лана ката заказала даже и тут пошла я спать и утром просыпаюсь и вспоминаю что у меня есть вот такая вот невероятно классная пряжа в запасах мне эту пряжу дарили на новый год мой замечательный тайный санта у меня целых четыре моточка этой пряжи сейчас волос уберу свой як софт от vento d italia topline knit это конечно же пряжа невероятно классная здесь и як и меринос и нейлон и спандекс и это пряжа очень тоненькая то есть здесь метраж 700 метров на 50 грамм и я связав образец поняла что они выглядят хорошо то есть несмотря на то что эта ниточка чуть посветлее чем основная от ализе этого в полотне практически незаметно но в основном только на изнанке видны эти белые линии и начала вязать кардиган скажу вам честно кардиган вяжется у меня тяжело долго не знаю как то вижу я сейчас крайне мало и мне больше хочется вязать возможно какие-то аксессуары они такие крупные полноценные изделия но все равно несмотря ни на что вижу его в основном конечно же по своим выходным я уже в этот кардиган и связала 2 матка от ализе а это все тот же первый моточек пряжи с яком пряжа конечно же невероятного расхода вязать приятно ничего не скажу конечно же если мы посмотрим вот видите пряжа прям очень сильно тянется но я надеюсь из-за этого мой кардиган наоборот не стянется низ кожица во время носки и во время стирки довольно этим изделием если честно хочу сегодня довязать его мне осталось здесь вязать всего ничего уже перехожу к завершающей части вывязывания убавок и дальше у меня росток и сшивание все то есть у меня уже финишная прямая конечно же стирать этот кардиган я буду в машинке я не буду его стирать руками даже не надейтесь постираю в машинке на режиме шерсть и знаете что я замечаю мне ну по крайней мере пока в процессе вязания это пряжа не колется я читала спрашивала у вас в телеграме ваше впечатление от вязания из этой пряжи лиза натураля написали девчонки что она колется а также что она очень быстро скатывается знаете я вижу я этого не замечаю не знаю может быть это конечно же зависит от цвета пряжи от партии конечно же и от всяких других таких подобных элементов но может быть просто либо хлопок какой-то другой либо шерсть пушеная более низкого качества не знаю у меня пока что в вязании ничего не сваливается ничего не скатывается кардиган мне этот нравится вижу точно по описанию даже ничего не придумываю и надеюсь что в этом видео я вам уже смогу показать готовую работу помимо этого плечевого изделия еще активно вижу аксессуары носочки их я давайте вам покажу уже в следующем отрывке а Что же вам сказать? Готов мой кардиган. Я его постирала. Он сейчас мокрый, влажный. Повесила, чтобы вам его показать. И, наверное, мне не очень сильно нравится эта готовая работа. Как-то я так на него пока что смотрю. Но пока он влажный, понятное дело, нельзя еще сказать точно, как он красив или нет. Но мне уже сейчас кажется, что кардиган у меня получился короткий. Я бы хотела, конечно же, такой же длинный, как и в описании, как у Маргариты Тереховой. Но я почему-то, знаете, решила этот кардиган связать точно по описанию. То есть там сколько сказано до разделения связать рядов столько, я и связала. Ни больше, ни меньше. В предыдущем джемпере, белом, я вам ставлю фотографию, я там связала длиннее его. А здесь почему-то я решила не вязать его длиннее. Мне казалось, что мне и так хватит длины. Не знаю, я его измерила сейчас от верхнего края плеча до низу. Получается 56 сантиметров. Я бы, конечно же, хотела около 65 хотя бы сантиметров. И, знаете, пряжа пока что непонятна, но мне кажется, она чуть-чуть подвалялась. Посмотрим, что будет, когда он высохнет. Но, знаете, я вот так вот смотрю на видео, выглядит-то кардиган классно. Это просто, наверное, мое ожидание не совпало с реальностью. Но посмотрим. Можно будет, если что, купить только одну пластиковую кнопку, прикрутить ее, пришить бесцветную пластиковую кнопку, носить его из серии, как кардиган с джинсами. Я его планировала носить, если честно, с платье и комбинацией. Но длина получается такая, что он заканчивается на самой объемной части бедер. И это не очень красиво выглядит. Либо надо короче, либо длиннее. А то и так дополнительный объем получается. Ну, посмотрим. По-любому я его перевязывать не буду. Я просто не смогу его распустить и перевязать. Но довязывать тоже, скорее всего, не буду. Вот что получилось, то получилось. Может быть, кому-нибудь его отдам, презентую, подарю. Не знаю. Ну, как-то я не в восторге от этой готовой работы. Хотелось что-то другое. Ну, ладно. Бывает такое. Я и предыдущим не очень своим довольна. Желто-горчичным джемпером. Мне тоже кажется, что у него какая-то длина несуразная. Если его длиннее довязывать, он все равно будет каким-то странным. И у этого тоже что-то с длиной. Не знаю. Что-то у меня не так с руками. Ладно. Буду его сейчас снимать и сушить. Ну, кстати, пряжа выглядит классно. Знаете, такой прям подваленный пушистик. И полотно чем-то, если честно, мне напоминает Лана Гросса Фури. Вроде бы так называется эта пряжа. У Маргариты по этому описанию связано. Из этой пряжи такой, знаете, коричневый. Вроде бы пулловер. Тоже он такой пушистый, подваленный. Ну, посмотрим. Если честно, я совсем не в курсе, что вы видите в кадре, какая картинка, красивая или нет. У меня разрядились часы. Мне, кстати, под прошлым видео многие написали, Маша, хватит смотреть на часы. Но опять же, я смотрю не из-за того, что хочется мне. А чтобы просто проверять, что находится, а что не находится в кадре. Вот сейчас я без часов, и я понятия не имею, что сейчас в кадре, попадаю ли я в принципе, голова у меня где находится, за кадром или нет. И вполне возможно, что этот эпизод мне придется переснять. Я хочу вам показать свое готовое изделие. Вот этот джемпер. Я его сделала... Ой, не джемпер. Этот бывший кардиган, который я сделала все-таки пулловером. Я сшила его по центральной части. Думаю, что надо еще чуть-чуть сшить спереди. Вот маркер повесила. Посмотрю, как будет выглядеть. Само изделие хорошее. Описание хорошее, все нормально. Вязала уже второй раз по этому описанию. Но, наверное, все-таки дело в пряже. Дело именно вот в этой второй ниточке, которая со стрейчевым эффектом. Наверное, из-за нее у меня так изделие как будто бы и схлопнулось, уменьшилось. Не знаю. И что самое интересное, больше всего оно у меня уменьшилось не в ширину, а в длину. Оно получилось, это изделие, коротким. Но, в принципе, оно не очень короткое. Его длина я измеряла 55 сантиметров. Это такая нормальная длина для верхнего изделия. Для плещевого изделия. Но кардиган мне хотелось вязать длиннее. Поэтому у меня такие впечатления от этой вещицы не очень радостные. Я скажу даже вам честно, я расстроилась очень сильно из-за этого изделия. Потому что цвет, как вы видите, он просто невероятно классный. Мне этот цвет очень идет. И я даже вот сейчас думала, с чем бы надеть этот пуловер. Надевала его с рубашкой своей белой длины. Но выглядит, знаете, так не очень. С футболкой классной, с джинсами самыми обычными. Такой повседневный вариант. А это уже более сложная такая компоновка с воздушным летящим летним платьишком. С воротничком. Я так смотрю, в принципе, как раз таки под этот пуловер сюда прям требуется какой-то воротничок. Так что надо сшить, купить воротничок белый. Знаете, какой-нибудь вот такой же ажурный, длинный. И как раз таки с такими вещами это изделие будет смотреться очень круто. Потому что большой участок горловины он не закрыт. И нужно чем-то его, можно сказать, украсить. Я еще украсила своим мотыльком, своей белой брошкой. Ее я купила специально, чтобы вешать на какие-то либо плечевые изделия. Ну вот, первое изделие, на которое мой мотылек приземлился. Я довольна этим изделием. Получилась эта кофта классная. Не знаю, буду ли я ее носить или нет. Скажу вам честно. Ну точно я ее смогу носить как изделие для дома. Ну может быть, буду носить как изделие для улицы. Но опять же, это у меня все под большим вопросом. Сейчас объясню почему. Пройма здесь достаточно низкая. То есть надеть эту кофту под верхний слой какой-то, тренч, пальто, пуховик я не смогу. То есть я его смогу носить только как самостоятельное изделие. Ну я посмотрю летом, как оно будет. Нормально ли будет там, знаете, по вечерам надеть этот буловер и на футболку. Будет ли мне тепло или будет мне наоборот жарко. Но я думаю, лет у нас будет не очень жарким. Сейчас у нас на улице, например, плюс 15 градусов. В принципе, надо бы сейчас идти и проверять. Нормально, ненормально будет. На эту кофту у меня ушло чуть больше 300 грамм. Я взвешивала, скажу вам точно, 300, не помню точный вес. Подпишу вам на экране. То есть у меня от, наверное, 316 грамм у меня ушло. У меня эта цифра почему-то в голове всплывает. У меня ушел практически полностью моток, который я добавляла в подмот. И ушло 2 мотка полностью Ализе Махер. Нет, Ализе Натурале, так называется это пряжа. И от 2 мотка у меня там остался такой нормальный клубочек. Так что вот, связала этот буловер. В принципе, он классный. То есть полотно прям невероятно красивое. Реально, как будто бы это Лана Гросса Фури. Я решила, что все-таки я хочу добить такой кардиган, связать себе кардиган. И если честно, я заказала себе пряжу толстенький бобинный Махер. Он правда толстенький, 250 метров на 100 грамм. И производитель этого Махера вроде бы фирмы Рико. То есть, надеюсь, тот Махер будет нормальный. И он не будет так сильно лезть, как, например, темно-синий мой кардиган. Все-таки фирма вроде бы приличная. Стоит, кстати, бобинный Махер не очень дорого. Получился он у меня. Но я и скажу вам честно, я заказывала не из московского магазина, а заказала из Ленинградской области. То есть, это даже не Санкт-Петербург, а именно Ленинградская область. Очень понравился мне магазин. Сейчас как придет мне пряжа, все ли мне там все равно понравится. Я тогда с вами поделюсь названием, но я думаю, многие в курсе этого, об этом магазине. Он классный. У него такое прикольное ягодное название. Если вы угадали, о ком я говорю, можете написать в комментариях. Так что, эту кофточку я довязала. Прикольная она. Все. Отложу ее в зимние вещи. И вы видите, я ее, кстати, сшила по центру, но сшила не до конца. То есть, если я сниму, сейчас аккуратнее, чтобы микрофон не шуршал, сниму булавку, то тогда у меня, видите, прям он вообще свободный. Но можно чуть побольше на самом деле сшить. Я посмотрю. Думала о том, чтобы довязать ее вниз, но у меня не получится это сделать красиво, аккуратно, потому что все-таки у нас здесь резинка один на один с вытянутыми петлями на планке. Это будет некрасиво выглядеть, потому что резинка у нас смещается на пол петли. Это будет сразу же бросаться в глаза, это будет сразу же заметно. Так что, вот такие вот у меня дела. И я решила, не откладывая в долгий ящик, начать новый процесс из этой же пряжи. У меня осталось два небольших моточков. И давайте я вам покажу этот процесс уже в формате руки в кадры. Руки в кадры. Руки в кадры. Давайте смотреть. Давайте же мы с вами обсудим мой новый вязальный процесс. У меня, если честно, сейчас очень хорошая погода на улице, и солнце то появляется, то скрывается за тучками. Поэтому, если картинка вдруг будет меняться по цветам, то уж извините, это все хорошая погода. И мой следующий процесс, который я вам заявляла в предыдущих отрывках, он вяжется из пряжи Alize Naturale. Это основная пряжа, которая у меня есть. Ну и в качестве добавок я буду добавлять все свои всевозможные остатки. Этот процесс я вяжу не из головы, я его выдумала. Я его вяжу, ориентируясь на этот журнал. Это журнал Лана Гросса Филати, выпуск 62. Насколько я помню, я вам даже делала видеообзор этого журнала. Но если я его не делала, то я уверена, на ютюбе их очень много. Этот журнал вышел сравнительно недавно. Он вышел осенью-зимой 2021-2022 года. Сам по себе журнал классный. Здесь большое количество интересных моделей. Моделей для вдохновения. Таких моделей, где вы можете, например, использовать свои остатки. Тут именно такие, знаете, модели, которые сейчас актуально носить. То есть в этом обычно и особенность журналов Лана Гросса. Но, кстати, не всех линеек. Я заметила, что вот у линейки Филати и у линейки Баут Берлин более такие современные трендовые модели. У остальных линеек у них более классические модели изделий. И, короче, не будем долго разговаривать об этом. Я буду вязать вот такой вот свитер. Джемпер, скорее всего. Это даже будет джемпер с округлой головиной. Вяжется этот джемпер в оригинале из пряжи Нува Лето. У меня из этой пряжи уже связаны изделия. Я вам постараюсь найти фотографию. Это такой фиолетово-белый полосатик. Очень классная пряжа. Носится замечательно. Она очень легкая. Очень воздушная. Но изделие получается теплое. Я бы даже сказала, что эта пряжа чем-то похожа на пряжу Drops Alpaca Silk. Но, конечно же, по составу пряжа совершенно другая. Давайте я вам найду эту модель в другой страничке, в другом ракурсе. Вот она. Как вы поняли, в качестве основного цвета я буду использовать вот этот синий оттенок Alize Natural, который у меня есть. А для рукавов я уже буду использовать все, что найду. Всю любую пряжу, которая у меня есть в запасах. На пасах я связала образец. Вот такой вот он образец. И использовала я как раз таки вязание этого образца все свои остатки. Основную пряжу вы уже узнали. Дальше у меня идет махер. Буквально небольшой клубочек у меня остался от махера от Alize. Вот такой вот Alize махер классик. Толстенькая, которая ниточка 200 метров на 100 грамм. Темно-синий махер. Он у меня остался от вязания моего кардигана безумного, из которого очень сильно лезла пряжа, лезла пух. И фиолетовый это у меня уже Kidmacher на полиамиде. Я его использовала в 4 нити. Надо, скорее всего, вязать в 5. В 4 нити все-таки полотно не такое пушистое. И я в плотность не очень сильно попадаю. То есть я связала образец из того, что у меня было в запасах. Чтобы ничего не докупать, ничего не подбирать. Если честно, то еще расположение цветов на рукавах, я еще об этом не думала совсем. Но здесь, как я помню, смотрите, здесь у нас всего лишь 5 цветов. Темно-фиолетовый, темно-фиолетовый, темно-хаки цвет. Горчичный, бирюзовый, белый и такой вот темно-коричневый оттенок. Буду смотреть, искать, что у меня есть в запасах. Но для начала я решила, что я свяжу тело этого изделия. А потом уже буду решать проблемы по мере поступления. Начала вязать свой джемпер. Вяжу я его на спицах 5 и 5,5. Пятерочку использую для вязания резинки. 5,5 для вязания основного полотна. Можете посмотреть, какой у меня здесь милейший маркер находится. Это подарок Маше Ермаковой. Вот такая вот миленькая птичка. И розовый цвет, кстати, очень классно, контрастно выглядит при вязании. Я впервые, скажу вам честно, вяжу с вот таким вот ложным швом. Здесь будет видно лучше. То есть я опускаю буквально рядок изнаночной гладью. Не знаю почему, но почему-то я никогда такое не делала, так не вязала свои изделия. Хотя это очень удобно. И сушить удобно и удобно следить за тем, где перед, где спинка, чтобы изделие случайно не переворачивалось в процессе носки. Так что буду пробовать для себя этот небольшой лайфхак и буду вязать. Конечно же я не ставлю амбициозных планов связать это изделие до конца мая и пойти его носить. Все-таки здесь пряжа в основном теплая, здесь в основном шерсть, хлопок, махер. Поэтому я буду это изделие вязать постольку поскольку. Надеюсь к концу мая я довяжу хотя бы тело этого джемпера. То есть я особо не тороплюсь. А сейчас я хочу вам поставить, включить небольшие отрывки того, как происходила моя интереснейшая поездка в магазин Семеновской фабрики. Давайте смотреть. Всем привет. У нас с вами включение с улицы. Я сейчас приехала в одно очень интересное место. Это магазин Семеновской пряжи. Хочу зайти туда вовнутрь, поснимаю вам может быть есть что-нибудь новенькое от наших отечественных производителей. Извиняюсь сразу же, если звук сейчас плохой. Все-таки я на улице и разговариваю через наушники. Вот позади меня находится магазин. Так что пойдемте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так вот, в журнале от Бурды есть это описание Ну что, как вам моя мини-экскурсия по магазину пряжи? Если честно, то Семеновская фабрика меня приятно удивила Ну сразу видно, какая фабрика, у какой из российских фабрик есть какой-нибудь дополнительный источник дохода То есть Троицкая фабрика, она производила классную пряжу, правда классную пряжу Из дорогого, качественного сырья Но так как у нее эта пряжа была дорогостоящая по себестоимости То как только пришел какой-то небольшой кризис, они первые не выдержали Сейчас я уже слышу разговоры о том, что Comtex тоже интегрируется, объединяется с пихоркой Но вот Семеновская пряжа, несмотря на то, что она производит не очень такую, знаете, мне кажется Это чисто мое субъективное мнение Не очень популярную пряжу, то есть в основном все вяжут из пихорки В основном везде продается пихорка Comtex Но Семеновская пряжа, так как у них есть большое количество территорий практически в центре Москвы Семеновская, станция метро Семеновская, это находится не очень далеко от центра И эти помещения они могут сдавать То у них есть дополнительный источник дохода, который позволяет их фабрике все еще быть на плаву Все еще быть самостоятельной А также это позволяет им экспериментировать с различными составами, фактурами и так далее Например, вот такой вот замечательнейший моточек я взяла себе на пробу Это тестовая пряжа, то есть производят какое-то определенное количество этой пряжи, моточков Продаются они в основном только на Семеновской фабрике и смотрят, как эта пряжа будет покупаться покупателями, потребителями Этот пряжа тест 107, состав здесь 50% baby верблюд, 50% акрил Конечно же, хотелось бы, чтобы это было не 50% верблюд, 50% акрил, а 100% верблюд Но тогда бы и стоимость пряжи была бы соответствующая Здесь метраж 50 грамм на 196 метров Я вам хочу сказать, что пряжа очень мягкая и очень приятная Правда, она классная Она даже, я бы ее могла по тактильным ощущениям сравнить по мягкости с пряжей от Sarlac верблюд Пряжа классная, но конечно же 50% акрил немножко меня смущает, но по большому счету этого не чувствуется В пряже я вот ее держу и я не чувствую здесь никакого акрила Не знаю Цвет безумно красивый, это светлый верблюжий Скорее всего, это даже неокрашенное волокно Но выглядит этот моточек очень красиво Я из этой пряжи хочу связать на пробу перчатки Как раз-таки одного мотка мне точно хватит Еще мне понравилось, что у Семеновской продается теперь их знаменитая Лидия Чеше Чистая шерсть Но ее они начали в мотках продавать из мериноса То есть это очень тонкая ниточка Ее метраж 1613, насколько я помню, метров на 100 грамм И то есть ее можно добавлять только в подмот, либо для вязания на машинке Раньше они продавали Лидию просто из шерсти Сейчас они ее начинают продавать из мериносовой шерсти Но удивительное рядом Лидия в мотке стоит 400 с чем-то рублей за 100 грамм Но если рассматривать эту же самую пряжу, но в бобине То в бобине она уже будет стоить в районе 3000 рублей за килограмм пряжи Так что да, в бобине конечно же выгоднее покупать Но насколько я знаю, они эту пряжу не отматывают То есть если вы берете бобину, то все, берете полностью И можно ее тогда уже связать в несколько сложений Классно, меня это порадовало Еще мне понравилась вот эта новая ниточка Толстенькая полушерсть с люрексом Это очень красивая фактура пряжи Не знаю, как эта пряжа будет выглядеть в готовом изделии В носке особенно В носке это самое волнительное Но в мотке эта пряжа выглядит очень достойно и очень хорошо Все-таки молодцы технологи, которые у Семеновской работают Наверное у них там какое-то произошло обновление коллектива Я взяла себе еще на пробу пряжу шелкопряд От Камтекс Там тоже написано, что это новинка Не знаю, насколько это новинка Здесь 70% шерсть, 30% искусственный шелк Поэтому и шелкопряд серия премиум 300 метров на 100 грамм Из этой пряжи я бы хотела связать себе либо шапку Либо опять же связать кому-то перчатки Если вам интересно, цвет светло-серый 186 186 Пряжа тоже очень красивая, мягкая Я когда ее прикладывала к шее То, скажу вам честно, она мне совершенно не кололась Так что я думаю, это будут очень даже неплохие эксперименты Но скорее всего экспериментировать с ними я буду где-то Либо в середине лета, либо ближе к зимнему теплому вязальному сезону И вы видите еще на своих экранах большое количество разнообразной другой пряжи Я понимаю, что задолжала вам свои впечатления, свои эмоции От посещения шерстяного базара Мне кажется, шерстяной базар прошел уже недели две назад Все, кто мог, все уже рассказали о своих эмоциях А я ничего не сказала вам Так вот, я была на этом базаре Там очень много было вязальщиц Очень много было знакомых мне Да и вам, я думаю, магазинов И такая интересная, знаете Немножко сумбурная, немножко сумасшедшая Но очень радостная атмосфера Я это называю, знаете, встреча с людьми из интернета То есть мы многих видим на экране Там картинки с готовыми изделиями Сайты с описаниями на ютюбе А тут мы с этими людьми можем встретиться воочию и вживую И это всегда очень интересный и необычный опыт Я изначально, когда шла на базар Я, конечно же, написала себе список того Что я хочу себе купить Что я хочу получить В моих планах было зайти к Юле Ярн Бай Стью И купить у нее какую-то пряжу В граммовке 50-граммовых пасм Я, конечно же, выполнила свою задачу Взяла две вот такие вот невероятно красивые пряжи Я, кстати, заметила, что у Юли изменилась основа Теперь это Вули Сок Стью По составу здесь 70 шерсть, 30 нейлон 185 метров на 50 грамм Один цвет и второй Точно такой же Пряжа, кстати, не имеет названия по цвету Но она безумно красивая Я подбирала такие оттенки Чтобы я их смогла замиксовать со своими другими пасмами от Юли Чтобы у меня были, знаете, такие комплекты носочные Можно добавить другую пряжу В мыски, резинки и так далее Взяла две такие пасмочки Также в моем виш-листе стояла пряжа от Шопель Я ни разу не вязала и не пробовала пряжу Шопель Это очень интересно Потому что пряжа, я скажу вам честно, она дорогостоящая Но она интересная Потому что сама пряжа находится в таком вот милейшем клубочке Это не классический моток Вот по типу такого Это не пасма Это именно такой рустикальный клубок Который мы можем с вами получить Если будем самостоятельно Например Распускать какое-то изделие И сматывать его вручную Это выглядит очень красиво Также, что интересно Пряжа Шопель Она сделана таким образом Что скорее всего одинаковой пары у вас не получится То есть расцветки эти полоски Внутри пряжи они могут не повторяться Но это как раз таки и интересная особенность То есть это настоящий эксперимент И можно сказать произведение искусства Здесь мы с вами можем видеть на бирочке Как выглядит эта пряжа внутри Насколько я понимаю Это, наверное, половина растяжки цвета Либо полностью Давайте скажу вам название Шопель Цаубербаль Крейзи Дальше здесь какая-то информация Информация Вот Состав У нас с вами 75 шерсть Смотрите Strong quality super wash шерсть Так что скорее всего эти носки будут еще хорошо носиться И 25% полиамид И пряжа это немецкая Все понятно Из большого количества немецких букв и слов 420 метров на 100 грамм И написано, что Вот, например, такого моточка хватит На носочки, на одну пару 44 размера ноги Ну, все по классике, все приятно Но мне, конечно же, больше захотелось именно Ну, даже не знаю Может просто положить этот моточек в свою коллекцию Я уже не боюсь этих слов Коллекция пряжи Когда я вам снимала первый отрывок Первую часть моих запасов пряжи Я поняла, что все-таки это, наверное, какая-то коллекция То есть это не просто запасы, материалы для творчества Это именно Я именно люблю И начинаю любить коллекционировать что-то необычное Что-то эксклюзивное Из серии вот таких вот моточков Ручного окрашивания Либо вот такой вот Ну, я не побоюсь этого слова Люксовой пряжи Потому что По большому счету Скажу вам честно Это чисто развлечение То есть Конечно же, круто Я очень рада за тех людей Которые могут себе позволить Вязать из такой пряжи носки Не для того, чтобы побаловать себя А на повседневной основе То есть для тех людей, для которых такая пряжа Это обыденность Это рутина Как для нас с вами Ализе Супервош Но для меня это именно какой-то такой элемент Чего-то необычного Чтобы попробовать И Это все мои покупки Вы не поверите Все остальное, что вы видите на экране Это все подарки Я на самом деле была поражена Такому количеству подарков Меня, мне кажется, незаслуженно как-то Радуют и одаривают всеми этими богатствами Здесь находятся подарки от двух замечательных людей Один подарок это от Маши Ермаковой А второй подарок это от Оксаны С канала Оксву Давайте поговорим поподробнее Маша мне принесла мою пряжу Я у нее заказывала пасмочку Ручное окрашивание Пряжа это называется, насколько я помню Слезы единорога Выглядит она очень классно Очень необычно Безумно яркая Позитивная Классная пряжа Конечно же хочу отметить Машину упаковку Это тоже все выглядит очень Продуманно, очень интересно И Маша прикрепила в качестве подарка Вот такие вот небольшие маркирочки Всегда мелочь, а приятно Здесь у меня целых 6 маркеров Которые мне достались просто в довесок Спасибо Маши Маркеры очень красивые Смотрите, они знаете, как будто бы с бензиновыми переливами И один большой маркер Я бы даже сказала, что он классический По сравнению с моими остальными маркерами Которые у меня есть уже в подарок от Маши Это обеспечило меня уже на всю жизнь Такими аксессуарами для работы, для вязания И я больше никогда не буду покупать такие маркеры Сейчас я хочу вам показать еще один подарочек от Маши И это подарок с интересной историей Как-то давным-давно я покупала в интернет-магазинах лунные камни И делала сережки, знаете, такой ручной работы Как сказать, ручная работа Там от работы практически ничего нету Это идет в комплекте кольцо и камень Все И просто нужно в это кольцо поместить камень Вот и вся ваша ручная работа Знаете, популярные кольца бублики, сережки бублики Они продавались в прошлом сезоне очень активно И мне в довесок магазин положил в подарок 4 бусины из лунного камня Они у меня лежали-лежали Но у меня все-таки нету ни замочков, ни пинов, ничего И я решила их отдать Маше В надежде на то, что она может кому-то сделает маркеры И продаст их, получит денежку за это, получит вознаграждение Маша решила из этих бусин сделать мне подарок И у меня появились вот такие вот 4 интересных маркера И это, их называют хранители прогресса То есть можно будет прикрепить, например, этот маркер к плечевому изделию кофте Чтобы посмотреть, сколько вы сможете связать за сутки, например, либо за неделю Чтобы оценивать свою скорость А то так часто бывает, особенно когда вы вяжете на тонких, на мелких спицах Вяжете, вяжете, и кажется, что вы совершенно никуда не продвигаетесь А с помощью таких маркеров, конечно же, продвижения ваши будут заметны намного быстрее Они очень красивые Вы можете заметить, как они просто невероятно переливаются сейчас на солнышке Положу их в какой-нибудь проект И буду, конечно же, активно использовать Спасибо большое, Маш Это неожиданно Но это, если честно, не все подарки от Маши Она мне еще решила подарить буретный шелк Этот шелк тоже ее ручного окрашивания В подарок у меня есть образец Чтобы посмотреть, как примерно эта пряжа будет выглядеть в полотне По составу это японский шелк буретный для Прада 750 метров на 100 грамм Я взвешивала этот моточек Этот кейк Здесь чуть больше 100 граммов Насколько я помню, 130 грамм пряжи 100% буретный шелк Я, если честно, очень люблю буретный шелк Но почему-то в моем гардеробе ни одна вещь из шелка не приживается То есть я вязала Хейвард Отдала его маме Вязала кардиган Отдала его маме А у меня ничего нету Но я не очень хочу вязать на тонких спицах Здесь образец связан на спицах, насколько я понимаю, 2,75 Это очень тонко для меня И я решила попробовать Как сказать попробовать? Я только начала набирать петельки Для того, чтобы связать образец И буду в качестве подмоток этой пряжи использовать мохер У меня есть кедмохер на полиамиде Буквально 100 грамм пряжи И как раз таки, мне кажется, этот кедмохер отлично уйдет в вязание этого буретного шелка И сама по себе кофточка будет побольше И вязать будет побольше Почему побольше? И саму эту кофту мне вязать будет полегче И она будет чуть более плотная И скорее всего я ее буду носить осенью Это было бы вообще замечательно Но как вы видите, образец у меня пока что не очень продвигается Я только начинаю его вязать Но надеюсь, этот процесс станет одним из моих следующих Сейчас у нас какое-то невероятное солнце Давайте сделаем небольшой перерыв И я вернусь и дорасскажу вам про вот эту красоту Буквально через несколько секунд А это вы можете рассмотреть уже подарок от Оксаны У нее есть свой канал на YouTube Есть телеграм-канал с одноименным названием Oxfool Оксана мне подарила крем для рук Никогда не бывает лишним Даже несмотря на то, что сейчас у нас на улице вроде бы солнечная погода Все равно руки обветриваются Пять невероятнейших маркеров Сейчас я вам их продемонстрирую Несмотря на то, что эти маркеры, знаете, такие большие Они очень легкие И отлично, мне кажется, они подойдут Для того, чтобы вязать из толстой пряжи Я время от времени увлекаюсь вязанием из толстой пряжи Но вы видели, вязала и на восьмерке Бывает вяжу и на пятерке, и на шестерке, и на пять с половиной И так далее И поэтому эти маркеры как нельзя кстати подойдут для этого Потому что видите, такое большое ушко у них присутствует И еще Оксана мне подарила невероятную бобину кидмахера Это кидмахер на полиамите Я несмотря на то, что у меня какая-то безумная любовь к пушистикам К махеровой пряже Именно у меня в гардеробе махера мало Мало у меня изделий из махера В основном у меня все только лежит либо в моих запасах Либо я дарю кому-то изделия из кидмахера Если что, то на заднем плане у меня кричит мой попугай Не пугайтесь, время от времени в моих видео такое встречается То есть, несмотря на то, что я люблю эту пряжу пушистиков У меня у самой почему-то изделий из пушистиков мало Насколько я помню, это очень такая большая бобинка Здесь около 200 грамм пряжи То есть это 2000 метров Это мне точно хватит на ни одно плечевое изделие То есть этим кидмахерой классен Ниточка очень тоненькая, пушистенькая И ее, если честно, вязать не перевязать Я скажу вам честно, я уже придумала, что я хочу вязать из этой пряжи У меня есть две задумки Первая задумка я хочу связать с такой, знаете, дырявой прям джемпер-облачко от Алены Терещенковой Ставлю вам фотографию И у меня есть еще одна бобинная ниточка Точно в таком же оттенке И ее я могу использовать в подмод и связать какой-нибудь обычный джемпер Пулловер с вырезом, чтобы ходить в нем на работу Такая чисто базовая универсальная вещь Я, кстати, в своем телеграм-канале, подписывайтесь, если вы еще не подписались Устраивала опрос Какое видео вы хотите больше видеть Многие проголосовали больше 50% за влог Поэтому я сейчас с вами и разговариваю Поэтому я и снимаю вязальный влог Но я все равно хочу снять видео про мои зимние, осенние изделия То есть, можно сказать, мой зимний вязанный гардероб Где я расскажу об изделиях, в составе которых находится шерсть Ну, либо 100%, либо какая-то небольшая часть шерсти Так что ждите это видео тоже Я его обещаю вам сниму Может быть загружу его только на YouTube То есть не буду его дублировать на YouTube Ну, чтобы там тоже был хоть какой-то уникальный контент Не тупо дублировать все видео с одной платформы на другую Ну, это, мне кажется, не очень интересно и не очень продуктивно Ну, для меня, как для зрителя, это было бы вообще неинтересно На этом я буду заканчивать свое видео Спасибо большое вам за просмотр Я буду рада видеть вас в комментариях Скажите мне, как вам моя готовая работа То есть, мой махеровый красавчик по описанию Маргариты Тереховой Испорчен он или нет? Носили бы вы такое изделие или нет? Также жду ваших догадок по поводу того, что за магазин с ягодным названием находится в Ленинградской области Ну и, в принципе, давайте будем делиться позитивными, положительными эмоциями в комментариях И давайте сегодня мы с вами будем обмениваться своей любимой готовой работой с начала этого года Может быть, вы связали какой-то невероятный джемпер по какому-нибудь журналу, описанию Либо сами связали, например, свитер Интарсии по мотивам картины какого-то художника Либо, наконец-то, освоили новую технику Связали носочки или что-нибудь другое мелкое Перчатки, например Так что делитесь своими вязальными достижениями в комментариях под этим видео Я говорю вам честно, я все комментарии читаю Возможно, не на все я реагирую, отвечаю Но все комментарии мною прочитаны Так что будьте в этом уверены А на этом я буду с вами прощаться И встретимся с вами уже совсем скоро Всем пока!